Вопрос звучит на португальском. Он говорит, что мы исходим из татасты Шахти. Первый вопрос. Мы решаем прийти сюда? Идти сюда или в Духовный мир? И второй вопрос. Если мы решаем это, мы садчатананда, почему тогда мы решаем прийти сюда? Когда Вы глубоко будете анализировать желания Кришны, поймете, что Его желания лучшие. Даже крохотный листик на дереве не шелохнется без желания Кришны. Этот стих означает, что без желания Кришны даже крохотный листик на дереве не дрогнет. Кришна Ичха. Кришна Ичха, желание Кришны. Но когда дживы проявляются из пограничной энергии Господа Татаста Шахти, тогда джива может видеть две стороны. Первую сторону Чи Джагат и вторую сторону Материальный мир Джара Джагат. Джива пребывает посередине между Чи Джагатом и Джара Джагатом. Затем Майя в Материальном мире очень сильна. Она создает множество ловушек. И Джива, она опьяняется этой иллюзией Майи, привлекается ею и приходит в Материальный мир. Те, кто сбиты с толку иллюзией Майи, они решают прийти в Материальный мир. Возможно, здесь может возникнуть вопрос, почему мы выбираем прийти сюда, а не в Трансцендентный мир. В этом отношении Бхактина Татакур объясняет, Господь очень милостив. Он дает нам силу, называемую сватантра-шакти, независимость. Итак, Вы выбираете. Сватантра-шакти означает, что Господь дает право выбирать. У Вас есть свобода воли. И в то же время, также Господь нам дает способность различать, что хорошо, что плохо. Если мы отправимся к Майи, мы будем страдать, а если выберем Трансцендентный мир, то будем наслаждаться. Будем счастливы. Так что же выбрать? Почему мы идем сюда? Это наша вина. Мы неправильно используем свою независимость, сватантра-шакти. Итак, дживы привлекаются Майи и приходят сюда. А те, кто правильно использует свою сватантру, говорят, почему я должен идти в Майя Джагат и страдать там. Если Вы осознанно перепрыгнете через огонь, Вы обожжетесь или нет? То есть, зная или не зная, что огонь обжигает, Вы перепрыгнете через костер. Обожжетесь Вы или нет? Дживы, привлекаемые Майей, чакшика, это означает, привлекаются этим сверканием привлекательным от Майи. Так они, глядя на это сверкание, на эти блестки Майи, привлекаются. А те, кто не привлекаются этими блестяшками, то сразу попадают в трансцендентный мир, на Вайкунтху. Вот в чем дело. Сейчас мы пришли сюда. И что же делать? Как же вернуться обратно? Когда-то... А, то есть, по течению плыть легко. На против течения очень сложно. Очень легко прийти в Майя Джагат, но очень сложно вернуться в Чи Джагат. Это так. И почему же мы пришли сюда? Вопрос. Таково желание Господа, потому что ничего без Его желания не происходит. Кришна – это причина всех причин. Кришна. Когда Вы обсуждаете любую философию, Таттва Сиддханта? Что? Что это? Что это? Первый постулат каков Таттва Сиддханта? Что есть причина и следствие. По какой причине мы пришли? Потому что неправильно использовали свою независимость. Такова причина. Но также в этом присутствует желание Кришны. Если бы Его не было, ничего бы не случилось. Возможно, тогда Вы скажете, Кришна виноват. Нет, Вы не можете обвинять Кришну. Кришна – это воплощение сострадания. Понимаете? Господь – это воплощение короны, милосердия, сострадания. Возможно, у Вас возникнут и другие вопросы. Если бы Господь не создал этот материальный мир, мы бы в него не пришли бы и не привлеклись бы Майей. То есть, если бы Господь не создал Майей, тогда мы бы не привлеклись Ею. Может такой вопрос появиться? Но Вы не можете так сказать. Господь создает все для Своего собственного наслаждения. Бхагаван все создает для Своего наслаждения, но мы неправильно пользуемся этим. Такой пример. Например, у Вас есть большой бассейн в доме. Для чего Вы его сделали? Говорите. Для Вашего собственного наслаждения. Так? Чтобы Вы могли там отдыхать, расслабляться. Он принадлежит Вам. Но, допустим, соседский мальчишка увидел этот бассейн, прыгнул в него и утонул. Значит ли это, что Вы причина смерти этого ребенка? Ребенок не умел плавать и прыгнул в воду. И нельзя сказать, о, Вы сделали этот бассейн, значит Вы явились причиной смерти ребенка. Таким же образом, Господь создает этот материальный мир для Своего собственного наслаждения, для того, чтобы проводить здесь сладостные лилы. Потому что Господь любит совершать множество лилы. Лилы – это его игры-деяния. Он хочет этого. Он наслаждается этим. И Господь думает, у меня такое желание создать этот материальный мир, но нет в нем живых существ. Если я буду совершать лилы здесь, то кто их увидит? Если Вы хотите выступать на сцене, Вам нужно, чтобы кто-то Вас видел. И Вы будете счастливы, если в зале никого не будет. Таким же образом, Господь создает этот материальный мир для Своего собственного наслаждения. И в то же время Он знает, что кто-то должен сюда прийти, чтобы лицезреть его лилы. Это желание Кришны. Он думает, если кто-то придет сюда и увидит мои лилы, я буду счастлив. А эти кто-то будет видеть мои лилы и памятовать. Они уйдут из этого материального мира в трансцендентный. Монограхая Бхтанам. Очень хорошая шлока. Вы учите ее, пожалуйста. Она содержит все ответы на Ваши вопросы. Какая это шлока? Анну Грахая Бхактанам. Господь проявляет Свою лилу из-за милости к живым существам. И Он совершает все лилы как человек. Если вы будете слушать эту Катху, совершайте Катха Сева. То есть, когда вы слушаете Катху, это значит, вы служите Господу. Господь будет очень удовлетворен. Он говорит, я очень рад, когда кто-то слушает мою Катху. Есть множество служений Господу. Но лучшее, которое порадует Его, это если вы будете слушать Катху о нем. Она так сладостна. Например, Вы предлагаете множество плодов Господу. Может, Ему это понравится, а может и нет. Но если вы будете слушать Его Катху, Он будет счастлив. Он хочет этого. Он говорит, слушайте мою Катху, слушайте о моих лилах. Даже Сам Господь сильно хочет слушать о Своих собственных лилах. Поэтому Он проявляет из Себя множество форм. Сколько вчера я сказал? Пять. Нама. Виграха. Сварупа. Сварупа. Шастро. Шастро. Гуру. Понимаете? Шастро. 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 Сварупа. Шастро. Гуру. Понимаете? Садху, Шастр, Виграхи, Намы. Посмотрите. Он будет очень счастлив, если вы будете слушать Кадхуаню. И если вы будете это делать, тогда вы получите освобождение из материального мира. То есть, этот мир создан для наслаждения Господа. Но тут есть одна вещь, ее раскрывает Бхактина Такур. Хотя дживы, исходящие из Татасхашапти, которые не поворачиваются к Майи, а сразу идут в трансцендентный мир, куда они попадают? Обычно мы говорим, о, они такие удачливые, потому что они не пришли в материальный мир, не страдали от Майи. Но Бхактина Такур говорит, можно так сказать, да, это правда. Эти дживы прибывают в Чит-джагате, и они не знают, понятия не имеют, что такое Майя-джагат, как тут страдают живые существа. Они ничего этого не знают. Почему? Потому что они полностью погружены в служение своему Иштадеву, своему поклоняемому Божеству. Например, те, кто находятся в Войкунхе-джагате, они полностью заняты служением. У них нет времени обсуждать Майя-джагат-катху. Понимаете? Если у них есть время, точнее, они постоянно погружены в служение Иштадеву. Они даже не подозревают, как страдают живые от тростяных влияний Майи. Здесь мы знаем, но они не знают. Все, что они знают, это как служить своему Иштадеву. Но Бхахтинон-Тхакур снова объясняет. Они пребывают только на Войкунхе-джагате и не могут попасть на Галу-Каврин-Давану. Но те дживы, которые попали в материальный мир, у них есть одна возможность. Какова она? Они могут освободиться из материального мира и отправиться на Галу-Каврин-Давану. Если у вас есть потенциал жителя Галуки-Брин-Даваны, то вы отправитесь туда. И кто же тогда удачлив? Даже те, кто живет в этом материальном мире, имеют шанс. Но те, кто уже закреплены на Войкунхе-джагате, не смогут попасть на Галу-Каврин-Давану. А они думают. Точнее, у них даже нет желания попадать на Галу-Каврин-Давану. И нет вкуса к этому. Например, Хануману-Джи. Хануману-Джи сказал, «Я знаю, что нет разницы между Рамой и Кришной. Потому что, согласно Татва-Вичару, Рама и Кришна одинаковы. Они не отличны. Согласно Татва-Сиддханте, нет разницы между Рамой и Кришной». Тут же Кришна проявился в облике Рамачандры в Айодхе. И Хануман говорит, «Параматмататтва». То есть, параматмататтва. Между Кришной и Рамой нет разницы. Просто Кришна проявил себя в Айодхе в облике Рамачандры. С точки зрения Татва-Сиддханты, это правда. Но, согласно Расовичару, Кришна лучший. Он не сравнен, не повторен. У Рамачандры есть 62,5 качества. Сколько? 62,5. А у Кришны сколько качеств? 64. Четыре из которых абсолютно не поддаются сравнению. Венаматхурия, Лиламатхурия, Премаматхурия, Рупаматхурия, сладости, образа Кришны. Неповторимо. Если вы сравните красоту Рамачандры и Кришны, то красота Кришны несравненна. Но, что говорит Хануманаджи? Я знаю этот Васидханду. Рамачандра Камандра Рамачандра это моё сердце и душа. Рамачандра так говорит. Хануманаджи Камандра Камандра Итак, те дживы, которые уже укрепились в Вайкунха-джагате, Айотхидвараки, то есть вся эта область называется Вайкунха-джагат, они там уже утвердились. И если вы скажете им «Пойдёмте на Голоку, Гавриндаун», они не согласятся. Потому что их расы уже определены. Понимаете? Да, фикс мебель. То есть это уже их вкус, он не поменяется. Расы фикс всё уже закреплено. Но те дживы, которые пребывают здесь, если у них есть потенциал к Мадхури, и они будут слушать Мадхурия Кадху, тогда у них будет великолепная возможность отправиться на Голоку в Риндавану. Хотя вы очень падшие, но можете попасть выше Вайконхи, Айодхи на саму Голоку в Риндавану. Вы очень удачливы. С одной стороны вы очень удачливы, а с другой стороны очень неудачливы. Почему? удачливы. Потому что можете слушать Харикатху и пребывать в Садху Самге. Нет способов победить Майя, кроме как принимать Садху Самгу и слушать Харикатху. Садху Садху и Харикатху. Нет никакого шанса, никакой возможности избавиться от Майи, кроме как принимать Садху Сангу и слушать Харикатху. Что значит пребывать в Садху? Значит слушать его Катху. Многие люди приходят к Садху, но они не слушают Катху. Какое благо они извлекут? Иногда я шучу. Они приходят в Махарадж. Но у них нет вкуса к Харикатхе. Если я им говорю, почему не приходите? Они говорят, я занят. Занят для чего? Слушать Харикатху? Нет, ты должен приходить и слушать. но у тебя нет времени. Так что же за благо ты получишь? Если не будешь слушать Харикатху, ну какой-то Сукрити может получишь. Понимаете? Если вы не будете слушать Харикатху и будете просто совершать какую-то деятельность, например, готовить пищу, ну севу какую-то совершать, то вы Сукрити получите. И когда оно накопится, наберется, вы получите общение с Садху. Садху Санга это значит Харикатха. Это подчеркивается. Иногда вы кто-то приходит, у него нет вкуса к Харикатхе. И значит этот человек не удачный. Нет вкуса к Харикатхе. Если так, значит все попытки обречены на права, иногда я очень злюсь, говорю, что ты делаешь? Я готовлю кушать. Почему ты не сделал это раньше? когда идет Харикатха надо слушать. Как Гурадеев наш, Шиланарай Нагасай Махарадж очень не любил, когда кто-то не посещал Харикатху. Например, мне говорят, Гурадеев, я делаю вам пищу. Нет, надо слушать Харикатху, просто у вас нет вкуса к ней. Вы же знаете расписание, я отдаю Харикатху с 7 до 9. Почему вам не приготовить до Харикатхи или после нее? Всего лишь один час. В чем значение Садху Санги? Я сюда прихожу не для того, чтобы наслаждать себя. Это делают карми Садху. Они вовлечены в удовлетворение своих чувств. что делают корме они? Готовят и едят. Шмат-бхагава там объясняет. У вас нет вкуса. Рати означает вкус. Если у вас нет вкуса слушать Харикатху из лотосных уст Садху, тогда все ваши попытки безуспешны. Что будет в этом случае? Ну, сукрити какой-то получите. Но что значит быть Садхой? Это значит слушать Харикатху. Потому что только она может защитить от Майи. Попытайтесь это понять. Только Садху может защитить вас от Майи. Каким образом? Своими руками? Нет. Своей Харикатхой. Вы понимаете? И кто-то говорит Ну, я с компьютера слушаю. А что происходит, когда вы это делаете? Вы засыпаете. Нет. Вчера я ругался. Говорю «Эй, где вы?» «Да я слушаю Харикатху с моей комнаты, с компьютера. Ну-ка садись прямо передо мной и слушай». Иногда вы что делаете? Смотрите на айпаде или еще где-то там Катху и засыпаете. Но если вы слушаете Садху в реальности и начинаете засыпать, Садху начинает ругать вас. Если Садху видит, что вы спите перед ним, он сразу вас отчитает. Поэтому слушайте Харикатху перед ним. И это будет защитой от Майи. Дор Примананды. Надо приготовиться к завтраку. Какое время мы будем уезжать на программу? Программа начинается в 10. Город в 10, это значит в 11 начнется. 5 минут задержатся. На час точно задержатся начало. Даже если все объявлено все равно, хотя бы на 10 минут, но задержатся. Город говорит, я боюсь, как там объявили, потому что если объявят, что чуть позже тогда вообще могут на час позже прийти. Вот такая особенность в Бразилии. На полчаса час задерживается все. Даже если вовремя все объявлено, все равно на 10 минут будет заминка. 10-10-15 начнем. Я не знаю, во сколько люди подойдут. 20 минут нужно на машине ехать? Ну, в 10-10-15 начнем. 10-30 надо кирта начать. А может быть кто-нибудь вовремя придет? Посмотрим. 10-10-30 наверное подойдет. В Мексике такой же часовой пояс. Да, тот же пояс. В Америке очень строго все по времени проводится. Если говорится, что с 7-30 до 8-30 будет программа, 8-30 надо строго закончить все. приданно говорит про какого-то вайшнава, который очень не любит, когда задерживается в начале программ. Пойдемте на завтрак Харинама потом. вайшнава. Пойдемте вайшнава. Продолжение следует...